Протокол допроса Отрывок Семченко Бориса Евгеньевича Уголовное дело номер 457-32 Протокол допроса от 2 дня сентября 1923 года Допрашивал майор уголовного розыска по городу Тюмень майор Жилин Большинство людей знает, что 1922 и 1924 годы выдались особо засушливыми и неурожайными Хлеба не хватало на всех, скотину кормить тоже было нечем Наша история началась в засушливом и знойном июле 1923 года На окраине деревни стоял старый дом, принадлежащий когда-то семье Семченко В семье было 4 человека Глава семьи Борис Семченко, его жена Люда и двое детей В семье всегда было тихо и спокойно Никто ни с кем не ссорился А если ссорился, то быстро мирился Все так и шло своим чередом до лета 1923 года Боря, у нас с каждым днем тает запас еды В середине июля у нас станет нечего есть Прошлое лето было адским и это будет то же самое Уже пришлось забить двух поросят Скотину скоро станет нечем кормить Картошка вся погибла от зноя Птицы погибли почти все Корова вчера на вечерней дойке дала порченое молоко Скоро вся скотина сгинет Боря, надо что-то делать Такой разговор состоялся между мной и моей женой 15 июля 1923 года Весь вечер мы женой кричали друг на друга Но так ничего не добились Ну и что же дальше? Говори, сука, что ты молчишь? Ладно, ладно, тише, начальник С тех пор мы женой постоянно кричали друг на друга А еды в погребе было все меньше Мы забили нашу корову, она перестала давать нормальное молоко Что-то от нее оставили себе Что-то жена продала на рынке 20 июня я пришел на завод и увидел на проходное объявление Что-то типа за низкую производительность труда И антисоветские высказывания, подрывающие общий трудовой настрой Семенко Бориса Евгеньевича, 1890 года рождения Приказываю ввольт с предприятия Это объявление повергло меня в шок И я пошел домой подавленный И чуть не плача Как? Ну за что? Два раза сам себе сказал, что хлеба уже по карточкам не выдают Донесли Твари, товарищи, ненавижу Я пришел домой Жена все знала от соседки Она мне, как обычно, устроила скандал Тем вечером мы забили последних двух хрюшек И на следующее утро продали их мясо на рынке Семченко, сука, хватит тут меня разводить ближе к делу Хорошо, хорошо Мы были голодны, как звери Все мы похудели Жители пригорода были похожи на зомби Да и горожане были не лучше К нам пришел голод 15-го числа Просто Произошло ужасное Наш сынишка Данил Так похудел, что начал терять сознание И однажды он ушел со двора В дом Но потерял сознание И упал И ударился виском О край колоды Лекал кедров Данил умер мгновенно Мы с женой внесли в дом его тельце И долго смотрели на него Но потом произошло то, что я пытался забыть Я внезапно для самого себя Вцепился в руку моего мертвого сына зубами Со смаком отрывая куски И пережевывая их тщательно Не упуская ни капли Я чувствовал вкус крови И хотел еще Моя жена сидела слева от меня И я разноодирала от шеи нашего сына Мыши кусок мяса Ее состояние было схоже с моим Мы посмотрели друг на друга И потащили тело нашего сына на кухню Мы разрубили его на куски И ели Наша дочь тоже ела И сказала, что суп очень вкусный Вот так Чего молчишь, скотина, продолжай Когда мы доели нашего сына Той же ночью Мы с женой убили нашу дочь Я тихо поднялся к ней в комнату Прихотев с собой большой нож Которым я разрезал наших свиней Я смотрел на лицо моей доченьки Закрыл глаза Всадил лезвие ей в горло Софушка проснулась За мгновение до того, как лезвие вошло ей в горло Ей сломало шейные позвонки Смерть пришла в наш дом Я стащил тело Жена подставила горшок под рану И шла за мной Не пропуская ни капли Меня опьянел запах крови Мы разрубили тело Софушки на куски топором Вырезали самые лакомые кусочки И поджарили их на большой сковороде Мы пили ее кровь и заедали ее глазками Мы же с женой ели нашу собственную дочь Через неделю мы съели последние остатки Софушки И сожгли в печи ее косточки Все, что от нее осталось Ну ты, сука, ее блюдо Да Нам с Людой было хорошо и приятно на душе Следующей ночью я убил свою жену Сломал ей во сне шею В одиночку я ел ее почти две недели Напоследок я оставил самый лакомый кусочек Мозг Людочки Я положил его в ледник В огромное ведро со льдом И съел его в конце Запек в кашке с картошечкой Обмененный на рынке на парш Сделанный из Людочкой на груди Я ел ее мозги Мозги моей жены И закосывал прекрасной Пропекшейся картошечкой Я что, должен звать сержанта? Какого хуя ты замолчал? Продолжай, сука! После Люда я окончательно озверел И попробовал кровь человека на вкус И не мог больше остановиться Я убил и съел нашу соседку Марфу Ивановну Она жила одна И никто ее не искал Я сделал из нее котлет Прожарил парочку кусков мяса Они почти не пригорели Жарились в собственном соку на сковороде Было вкусно и сытно И я ел ее толстую тушу две недели А потом приступил к заготовке на зиму Убил двоих девочек, гулявших на городской окраине И ночью отволок себе в ледник Убил какого-то мужика Он курил, а его мясо на вкус было противным Я понял, что вкуснее всего дети и женщины до 30 лет Я убил хорошеньких дамочек Недалеко от почты И отволок под покровом ночи к себе Я успел съесть одну женщину и одну девочку Сварил из них бульон Из мозгов женщина сделала отменное жаркое с картошечкой Ну а дальше сами знаете Только я сел ужинать И тут вы с фейсбошниками Да, я все знаю На следующий день некий пожилой мужчина покупает газету И видит главную новость Вчера 2 сентября сего 1923 года Майор уголовного розыска Жилин Во время допроса подозреваемого по нашумевшему делу о каннибализме По словам стенографистки внезапно заорал на подозреваемого После того, как тот рассказал об отвратительной истории убийств Жилин внезапно выхватил из кавера служебный пистолет Люгер парабеллом R08 И выпустил все восемь пуль в подозреваемого После чего выпрыгнул в окно с высоты пятого этажа Подозреваемый Семченко скончался на месте Майор Жилин перед смертью произнес следующее Он не человек После этого захрипел и скончался Семченко скончался на месте